Я являюсь генеральным директором компании EmoCenter, а также преподавателем авторского курса управления бизнес-информацией, ИБД, РАМХИКС и экономического факультета. Так что у нас сегодня такой и академический, и профессиональный обмен знаний. Собственно, приходится принимать участие в разных консалтинговых проектах, связанных с выстраиванием процесса управления информацией в компании. И, в принципе, нужно, когда мы говорим о развитии финтехов, говорить о таких концепциях, как регулирование информации и компания. Опять-таки, в принципе, регулирование информации связано со стратегией компании. Когда мы обозначаем подход внутри компании к нашей информации и к данным как к собственности. И заключается этот подход в том, что необходимо внедрить политики и процедуры работы с информацией и данными внутри компании. А также технологии, которые позволят нам автоматически контролировать соблюдение вот этих новых правил. Как это делается за рубежом? Компания EmoCenter является эксклюзивным партнером Международной ассоциации информационного менеджмента. Поэтому срез мы можем представить вполне себе достоверным. Являются, по большому счету, вот эти процессы частью учетной политики, такой же, как управление кадрами, управление финансами, управление маркетингов. Такой же раздел крупный – это управление информацией. А в чем он заключается? В принципе, например, есть 12 политик, относящихся к корпоративной стратегии управления информацией. Управление контентом, управление данными, управление документами. Потом специальные какие-то правила, относящиеся к регулированию использования технологий. Или стекотехнологий. Большие данные, социальные сети и видеа, клауд и так далее. Для чего это делается? Потому что люди озаботились вопросом, сколько они вообще должны потратить на работу с информацией. Потому что по данным Говарда Рубина, в его книге «Макроэкономика. Глобальной технологической экономики» он приводил следующие результаты. Что в финансовых зарубежных организациях 92% всех расходов так или иначе связаны с управлением информацией. И дальше идет примерно следующее разъединение. 34% расходов связаны с обработкой информации. 11% связаны с хранением информации. 14% и 13% с распределением и доставкой информации. Примерно 5% с добычей информации. И еще какие-то вещи остались. При этом все эти компании фокусируются чаще всего именно на технологиях. На информационных системах. То есть в принципе даже в Европе не все так было. И в Соединенных Штатах. Примерно 40% компаний являются достаточно зрелыми с точки зрения вот таких процессов. Казалось бы критически важным для финансовых организаций. В принципе, если мы говорим про финтех, то базовая характеристика, что эта компания занимается инновациями для того, чтобы обеспечить себе конкурентное преимущество при доставке финансовых сервисов. Сразу же вспоминается большая зеленая компания, которая пообещала уничтожить корпоративных юристов, как класс недавно. Все любят пример компании не такой большой, но желтой и без рабочих местных. Это уже пример инновации. То есть отсутствующий такой, точнее не отсутствующий, а виртуальный комп-центр. Но при этом, чем еще характеризуется наша практика в России? У многих компаний куплены практически все информационные системы, которые есть на рынке. Ну, кроме проекта, такого технологического. Но при этом, несмотря на то, что все системы есть, все инструменты внедрены, проблем с информацией становится все больше и больше. Собственно, к чему может привести плохое регулирование? Например, такой хороший кейс, с которым мы сталкивались в прошлом году. Строительный холдинг крупный, с внедренной и централизованными процессами управления. Когда платил дивиденды акционерам, пропустил следующую информацию. Что одна из компаний у этого холдинга, она подкрутилась и повис минус примерно 700 миллионов рублей. Без учета этого, выплатили деньги, отчитались, заплатили налоги. После этого сам собственник у этого холдинга проводил служебное расследование. И выяснилось, что с финансового отдела, как я и документов, в Google Теорию просто не попал. Несмотря на то, что и бизнес-процессы прописаны, и все внедрено. Это пример консенанса. Если мы говорим про кадровые потенциалы, и вообще про то, как регулирование влияет на информацию, в том числе документы влияют на эти вещи. Крупная производственная компания. Сотрудник сидит на очень непростом объекте рядом с очень опасными кнопками. И тут ему прилетает ИСА. Такое автоматическое письмо, что вы через две недели от нашей компании не работаете. А это, думаю, перед Новым годом. С 31-го числа он нажимает на пару кнопок, и масляные насосы на этом предприятии сгорают. Ущерб свыше 300 миллионов рублей. И таких проектов можно приводить и еще, и еще, и еще. Что же с этим делать? Как перейти к тому, к этому будущему? Все. На всех конференциях говорят цифровая трансформация. Сейчас мы обеспечим инновационный климат, и с помощью передовых инструментов сразу же у нас все поменяется. Внедрием стек технологии в вопчейн, ходу поставим, студию, и наступит цифровое счастье. Нет. Я очень часто спрашиваю у людей, а что такое цифровая трансформация? Кто-нибудь хочет сказать свое определение? Ладно. Не надо гадать, тем более на слайде приведено. Отчет компании Antimetro Group, из которого следует, что цифровая трансформация, это скорее всего модель зрелост. И адаптивная экосистема инноваций, это самый последний вообще этап преобразования компаний. Но очень часто все выступления сводятся к следующей схеме, на тему цифровой трансформации. То есть, сейчас мы что-то внедрим, и у нас наступит прекрасное будущее. Цифровый коммунизм. Кстати, у нас есть одна из технологий, которая может к этому привести. Как верить от обычного ведения бизнеса, как все привыкли, к вот этой адаптивной экосистеме инноваций, когда все по максимуму выжимают ценность, листой информации и данных, которые в компании есть. Мы тут смотрим. Точечные улучшения, намеренные изменения, стратегия, конвертегенция. Все это связано отчасти с корпоративной культурой, с поведением этих. И изменения организационные и изменения в поведении, они просто так и происходят. Это очень долгий и очень многосторонний, многогранный год. Что для этого нужно? Для этого нужны специалисты, новые. Которые хорошо подготовлены, которые знают, как этот процесс вообще провести. И тут мы с вами утыкаемся в такие же разговоры о цифровых профессиях. Чих дата офисах, чих диджитал офисах. Уже многие компании в финансовом секретаре ввели такие позиции. Но кем эти люди будут управлять? Будут ли они управлять аналитиками данных? Или ИТ, подависит от разделения, когда они будут какие-то задачи давать? В принципе, если мы обратимся к международному опыту, есть отдельные должности. Бизнес информационный менеджер. Дата стюард, информационный стюард, дата менеджер и так далее. Это люди, которые отвечают именно за информационный дизайн. В принципе, эти люди должны знать и технологии, и понимать бизнес-задачу. Но при этом с точки зрения жизненного цикла информации. Потому что когда мы приходим, вроде автоматизировано все хорошо. Бизнес-процессы отрислованы, но жизненного цикла информации и данных сквозного, который обеспечивает ценность, компания не. Собственно, Инк-центр это компания, которая возникла на базе инициативы внутри РАК-кейксаф. И как раз мы ведем разработку курсов, локализуемых Западом, которые признаны как бы усилить позиции наших выпускников и слушателей на рынках труда. Вот эти вещи продолжаются. Мы уже инициировали ряд консультовых проектов, которые позволяют объяснить компаниям ценность. И тем самым повысить статус информационного специалиста в России. Ну, и в принципе, важно понимать, и вообще сделать для себя такой выбор, что корпус на инструментах, он становится сейчас мубителем. Потому что важны не технологии, а то, как мы их используем. На этом у меня все. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.